Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители! С вами я, Александр. И я, Максим. На канале с дедом за обедом! Что готовить сегодня будем? Будем сегодня готовить шейк. Шейк. Как? Как? Вот так. Друзья, вот так будем готовить шейку свиную, запеченную в духовочке. С маринованным лучком, с розмаринчиком, с картофанчиком и с сырком. Ну что, поехали! А начнем мы с маринования лука. Для этого мы нарезаем лук толщиной приблизительно 1 см. Да, резать, Максим, аккуратненько надо, чтобы он не развалился. Да, постараемся, постараемся. Пальчики, пальчики. Мир и безопасности, друзья! Главное не заплакать. О, такой ядреный лучок. Кладем щипет. Да. Хорошо. 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 Чтобы не болеть. Готово. Сейчас я беру небольшую кастрюльку, наливаю в нее пол литра воды и довожу ее до кипения. Да, доводишь до кипения, а потом снимаешь с огня, засыпаешь в нее столовую ложку соли с горкой, 2 столовые ложки сахарного песка, размешиваешь все это, добавляешь столовую ложку уксу и после этого высыпаешь весь нарезанный твой лук на 30 минут. Пусть постоит, промаринуется. Валя, шеф. Так же, как и лук, картошку мы нарезаем колечками толщиной в один сантиметр. Да, чтобы пропеклось примерно все одновременно. Потому что картошка готовится гораздо дольше, чем мясо. Здесь надо подгадать. Картошку нарезали и посыпаем нашей супер-солью с приправами. Перемешиваю лучше. А теперь приступаем к мясу. Теперь мясо. Нарезаем мясо на стейке толщиной 2 сантиметра. Да, где-то так, 1,5-2 сантиметра. Не мельчи. Тонковатый кусочек, следующий под толщиной сделаем. Не очень ровно. Ну, ничего страшного. Это твой кусок, ты его будешь есть? Конечно. Он наверняка получится самый подсушенный. Я верю. Как я люблю. Да, ты любишь сухое мясо. Друзья, кто хочет более ровно, чтобы руками мясо резалось, вы его сначала охладите, как следует. Кусок будет пожестче и удобнее будет, просит на ребят на слайсы. Мы мясо купили совсем свежее. Стужать его времени не было. Максим очень хочет приготовить этот рецепт, поэтому теперь немножко мучиться. Ну, ничего страшного. Да, Максим? Конечно. Это не мучение. Резать мясо для мужика это наслаждение. Готово. Готовим соус для мяса. В него входит 2 столовые ложки подсолнечного масла, 2 чайные ложки соли, 1 чайная ложка смеси из 5 перцев. Все это мы высыпаем. Вот так вот. Да, высыпаем. И перемешиваем до набухания. Да, можем даже взбивать слегка. Затем все это, весь этот соус мы перемешаем с мясом. Да, друзья, для чего это делается? Все очень просто. В растительном масле разведенные приправы будут лучше впитываться и усваиваться мясом. Наш соус готов. Мы поливаем мясо соусом. Теперь перемешиваю мясо. Да. Вот, перемешиваешь, мясо перемешаешь и кладем туда после этого нашу зеленушечку. Как оно называется? Розмарин. Розмаринчик. Веточки одной достаточно. Он очень ароматный. А, веточка колючая. Будь осторожен. Ой, а запах какой-то. Чувствуешь? Конечно, чувствую. Почти как в лесу. Да. Друзья, ждем 30 минут. После этого будем выкладывать в противень. Теперь, когда наше мясо и лучок замариновались, а духовка разогревается до 200 градусов, мы укладываем в противень для приготовления. Да, чередуем. Мясо. Мясо. Картошечка. Картошечка. Угу. Лук. И лучок. Да, где-то вот сюда класть, чтобы не касалось противень, наверное, гореть бы. И опять шмоточек. Снова мясо. Да. Можно жарком кверху разместить. Да, под углом примерно 45 градусов, чтобы оно не вертикально стояло. Я думаю, что у нас улезло. Все поместилось. Вот в наш лоточек для запекания как раз-таки все и поместилось. Сейчас мы укрываем наш лоточек фольгой и отправляем наше блюдо для запекания в духовку на 60 минут при температуре 200 градусов. Ну что, открываем на тебе вилочку. Сейчас будем прожаривать. Да это фольга, она уже холодная. Открывай аккуратненько. Ох, как. Да, запах очень хороший. Размаринчик. Чего, как картошку потрогай? Мягкая или еще надо? По-моему, мягкая. Смотри, легко протыкается. Да, картошка созрела, это главное. Ну что ж, друзья. Практически готово. Сейчас что мы делаем? Сейчас отправляем на 10-15, может быть 20 минут до полного подрумянивания. Температуру мы прибавим до 220 градусов. После того, как все это дело зарумянится, посыпем сыром и еще на пяток минут. После этого будет все готово. Очень даже неплохо, друзья, получилось. Все подрумянилось. Что ж, нам осталось посыпать сыром. Что мы сейчас и сделаем. И отправим еще на пяток на 7 минут обратно в духовочку. Мясо готово. Осталось переложить его на блюдо. Представляем вам наше блюдо. Сейчас мы его будем пробовать. Наступила моя очередь. Максим готовил, я пробую. Давай, оценивай. Да, сейчас. Так. Я с краешку скромненько, по-сиротски. Вы знаете, внизу оно подрумянилось и схватилось. И мы сейчас, когда снимали, с противня сошло полностью куском все блюдо. Так. И листик. Порежем. Так, и срок схватился. Возьмем прямо из середки куски. Максим, у тебя нормально все со слюной, да? Да, она выделяется. Остерегон, тебя спрашиваю об этом. Я уверен, это очень. Не знаю. Не знаю. Если бы я готовил, я бы тебе сейчас точно сказал. Так, ну что, берем пробу. Я вступил в наш прекрасный момент пробы. Самый прекрасный. Ты что начнешь пробовать? С мяса, конечно. Мясо с картошкой. Картошка супер. Мясо огонь. Немножко солоновато, но в меру. Теперь пробуем мясо. Тебе понравилось, Зай? Друзья, мясо в шее. Думаю, новый лучок пришелся весьма кстати. Правда, Шуль? Угу. Мясо тает. Нет, реально. Попробуем. Картошку. Картошку мягко, чувствуешь? Да. Картошка класс. Мясо класс. Друзья, однозначно, да. Долго мы с ним, конечно, провозили, с этим блюдом, но оно того стоило. Я реально рекомендую вам приготовить данный вариант. Может, что-то добавить сюда? Можно было бы какой-нибудь соус. Помнишь, мы с тобой делали цыпленка табака? Кстати, ребят, можете посмотреть, это видео в плейлисте, оно есть. Там был соус, о котором мы тогда, я помню, тогда сказал, что этот соус можно было бы добавить к любому мясному и птичьему блюду. Так вот, к этому мясу оно бы точно сверху. Ну, я скажу так, что тот соус, он больше бы суховатым в мясу пошел. Ну, в принципе, и к шейке он тоже, потому что мясо получилось очень сочное. Очень сочное и очень мягкое. Друзья, все рецепты, которые мы записываем для вас, в первую очередь мы их делаем для себя. Мы не делаем рекламу, мы делаем вкусную еду. Поэтому присоединяйтесь к нам, подписывайтесь. Справа в углу внизу кнопочка подписаться, жмите на нее. И вы всегда будете в курсе наших кулинарных приоритетов. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok